В наш подъезд прилетело моего соседа, с которым мы за воду ходили, его ранило в бедро. А что на левом берегу летом застали? А что в Приморском районе? А что на Черемушках, как так называют? Там кошмар просто. Теща умерла 2 апреля, ну просто от истощения. На фильтрации они меня и вычислили. Сейчас художественный руководитель первого негосударственного театра Донечины Терре Инкогнито из города Мариуполя. До 2020 года главный режиссер, последний главный режиссер Мариупольского драматического театра. Театр у меня был, ну то есть помещение театра было не очень большое, там было около 60 зрительских мест. Работали мы пятница, суббота, воскресенье. Ну на каникулах, на детских немножко больше. И свой зритель у нас был. Вот свой театр для своих на слоган и свой зритель у нас был. Я не скажу, что это было очень много, но нам хватало. Как вы встретили 24 февраля? То есть когда вы узнали о том, что начинаются боевые действия? Когда вы узнали об этом, да, вот у вас была мысль выехать, почему вы решили остаться в городе? Узнали так же, как и все, потому что на момент 24 часа работало и телевидение, и интернет. Но так же, как не все это поняли за один или два дня, так и мы не очень поняли. Потом второе, что надо отметить, что нам же последние несколько лет говорили, что Мариуполь, это три кольца защиты, обороны и так далее. Мы сами видели количество военных в городе и так далее. Но потом за три дня, как бы вы ни относились к этому, за три дня в Мариуполе был президент. И он сказал, что все это слухи, все это неправда и будьте спокойны. Вот война уже началась, да, Путин объявил, что начинает эту операцию. И в первый же день начались удары по Мариуполю, да? Да. Вы поняли, что это серьезно? Или вам казалось, что это будет так же, как это продолжалось перед тем? Да, во-первых, опять же повторю, что в отличие от киевлян, Чернигово и прочих мест, Буча и Гастомеля и так далее, мы пережили 2014 год. Я со своей девятиэтажкой видел в окно в 2014 году взрывы над Широкином, выстрелы, ну, не слышал, но на Вазовску 60 километров. Ну, вы знаете, над морем, если ясная погода, то видно там зарево и так далее. То есть мы 2014 год так пережили, и потом был восточный обстрел, да, и было такое понятие, что вот это такая же штука, но немножко пожестче, но сейчас, потому что, ну, обстреливали уже город, было, мы прошли через это. И поначалу-то вот это же выглядело точно так же, потому что вот у меня кум, слава богу, он выжил, заслуженный артист, Анатолий Николаевич Шевченко, он на Левом берегу жил, да, на Ленинградском проспекте. И вот мы с ним какое-то время еще, часа, наверное, до 3 марта, у нас была еще связь с телефоном. И вот он говорит, Толя, все ближе и ближе падает, все ближе и ближе, у меня выбило окно. Вот какое-то время было ощущение того, потому что усиленное патрулирование полиции на улицах, наряды с военными и так далее. То есть понятно, что тревожно тратата, но это все вот как бы под контролем. Я не уехал, почему? Потому что еще раз у меня на тот момент была еще жива теща, 92 года, она нетранспортабельная практически, и сын-аутист. Это горе в обычной жизни, невербальный, неговорящий, 21 год он взрослый, а в такой ситуации вообще это, и плюс кому у меня не было автотранспорта. А с каждым днем, начиная с 24-го, машина, это становилось на весь золото. И, как вы понимаете, я, 2, 3, 4 человека, кто даст свою машину? Потом уже за какие-то, когда уже люди приспособились к маю месяцу за какие-то сумасшедшие деньги, люди начали просто заниматься челночным этим, когда еще можно было до Соборожья доехать, уже сквозь российские блокпосты и так далее. Вот, поэтому у меня выбора нет, мы с женой сказали, ну вот, как будет, так будет. Хотя, конечно, если бы мы полагали, что это будет вот так вот, то, конечно, я бы сквозь крики посадил бы бабушку себе на, не знаю, на шею и тащил бы. В начале марта начался прям апокалипсис, да, то есть вот стали, пропало электричество, связь, понятно, там магазины стали люди грабить. Вот в какой момент это началось? Вы помните, когда вы поняли, что все прям идет по очень трагическому сценарию? Да, я вам скажу, что это было где-то в районе 6 марта. Вот третьего, по-моему, пропало телевидение, потом к вечеру пропал сигнал интернета, по-моему, с четвертого стал пропадать связь. В центре города еще была, потому что там, как выяснилось, два добрых мужика приходили и на Киевстаре генератор включали, дизельный. Вот. А вот обстрелы уже, да, я думаю, что в районе 6 числа. Я помню, что вот это 2 мая мы еще с ребятами, извините, зашли, какого-то хорошего вискаря выпили. 2 марта. Да, 2 марта. Зашли где-то, работал кафе, мы выпили виски, там все нормально, да. А вот потом, я помню, 8 марта, когда уже разбитые магазины, люди выносят продукты. Вот, то есть, уже вот 8 марта, я четко могу сказать, что мы уже были, все уже разложили на кирпичах какие-то мангалы самодельные, все уже готовили внизу под подъездами. Вот. И мы наблюдали, потому что вот мой дом, это центральный рынок, и от меня очень видна панорама к западной части города, это так называемый 23 микрорайон, вот туда, 17-й. А, собственно, с моей квартиры, с 9 этажа, открывается огромная панорама от моря, вся Азовстарь передо мной, и так аж до элеватора, то есть, очень видно вот это направление на Азовское. И мы просто видели, как горели дома вот этого 23 микрорайона, просто мы видели, что пламя вырывается. Ну, и когда ясная погода, а, к сожалению или к счастью, весь март была очень ясная погода, было, кстати, очень холодно, вот у меня в квартире было ноль. Февраль был теплый, а март удалили морозы. И вот мы просто видели, как выходит оттуда. Я затрудняюсь, какое конкретное число, но это тоже вот где-то 9-10 числа марта. В нашем квартале жило два полицейских, ну, просто мы видели, что патрульные машины периодически стояли, ну, как на обед приехал, все это понятно, да. Вот, вот они еще где-то часа до 15 марта появлялись, потом исчезли они. А вот все это отключилось и исчезло вместе с телефоном, вместе со связью, вместе с интернетом. Все, в один день транспорт перестал ходить, магазины закрылись, все, ничего. Последнее это было где-то, наверное, 3-го марта, когда городской голова по уже какому-то телеграм-каналу, это люди перед другом передали, смотри, он в телеграме. Потому что уже функционалы Минской Рады не работали. А вот, вот он говорил, что мы печем социальный хлеб, все нормально и так далее. Теперь я знаю, что оказывается, ну, доказано видеоматериалам, что этот человек записывал уже, сидя в Запорожье. А он говорил, что власть на месте и так далее, и так далее. Получается, в какой-то момент закрылись магазины. Вы успели сделать запасы еды? Как вы пережили этот момент? Или вы тоже ходили, брали просто еду из магазина? Ну, во-первых, брать это не так просто. Это почему? Потому что хозяева закрывали магазины мощно, баррикадообразно. Вот рядом со мной был зеркальный магазин, да, ну, рядом, буквально через дорогу. И народ сбивается в кучки и говорит, мужики, надо как-то его подломать. Подходим туда и понимаем, что уже несколько раз попыток были. Двери-то стеклянные, но весь тамбур заложен, знаете, вот такого плана столы для кафушек внутренних. Вот их штук 50, один за другие зацеплены, то есть никак. Потом мы увидели, когда уже кто-то бежит, говорит, Николаевич, хватай сумки, зеркальный подломали. Я говорю, как? Ребята нашли трактор, трос подсунули и просто вот эти столы выдернули, да. Вот. Но вот это один из моментов какой, вот как еще люди себя ведут в этом, да, много. Вот мне как режиссер вот этих зарисовок печали. И мы забежали в этот магазин. Это уже был где-то конец марта. Запах протухшей рыбы, молочки и так далее. Хозяин магазина, ты что делал? Да, ну ладно, хорошо, первые три дня пропало электричество, кто-то думал, что ну вот сейчас дадут и так далее. Ну на пятый, на шестой день, ты же понимал, что у тебя продукция скоропортившаяся. Ну выйди, скажи, за полцены. Раздай людям как. Нет, он забаррикадировался и все, и оно все сгнило. Ну хватали там, что уже успевали, мужики хватали водку, не только в смысле напиться, а антисептик. Потому что холодно и прочее, и рано, и нечем обрабатывать. Ну естественно, крупы и так далее. Я успел, как все три дня до войны, это километровые очереди за всем. Вот что я успел, то я и успел. Хорошо, что у нас была бабушка, которая пережила Вторую мировую. Поэтому, значит, всегда было так, то ли у нас сахара мало, бабушка 10 килограммов, куда же, сходи, возьми, прозапай. Поэтому вот у нас благодаря ей вот эта мука, что-то там было. Потому что было у людей, у которых ничего не было. Там домишка картошки на балконе валялась, ну вот такое. Вот, поэтому, да, а дальше вода. Вода, потому что воды нету. 8 марта, вот мы вчера вспоминали с женой, что 8 марта, как мы были благодарны, что выпал снег. Все аккуратно, аккуратненько, совками сгребали его с крыши в автомобиле и так далее. Ведра шли, как могли, разводили огонь, вытапливали его. А рядом со мной был водоканал мариупольский. Какой-то мужик, мы его называли героем Украины, дядя Миша. Вот он ездил на цистерне за водой. Я говорю, куда ты ездишь? Он говорит, на вот тот столок, на вот тот. Засуну рука. Да, самое интересное, что нам на машине цистерне был подарок ЮНСЕФ, мариупольцы. Вот. И вот очереди первые дни, это что-то катастрофическое. От водоканала до центрального рынка. Ну, это, сейчас я скажу, ну, почти, наверное, 2 километра. Вот представьте, в 6-8 рядов. Несколько десятков тысяч людей. Я первый раз за водой стоял 9 часов. Уходил, менялся, просил соседа поставить и так далее. Потом очереди стали уменьшаться, потому что люди стали гибнуть, уезжать, еще что-то. Кто-то перестал ходить, потому что боялся обстрелы. Вот. А однажды мы с соседом пошли опять, взяли какие-то, значит, фляги и пошли. И мы заходим на эту улицу, поворачиваем. Он говорит, Толя, что-то не то. Чего? Он говорит, очереди вообще нет. Я говорю, может, не приехал, потому что были дни, когда он не приехал. Нет машины, ну, мало ли, обстрел там был, уставка или еще что-то. Он говорит, машина стоит. И мы подходим и видим, что по борту машины и по двери кабины вот так вот очередь от крупнокалиберного пулемета. Что с ним стало, не знаю. Мы залезли наверх, и он сказал, Толя, надо что-то железное, почему вода замерзла. И вот я помню, солнце вышло, такое ясное, холодное, мороз и солнце. Мы какую-то нашли палку железную, раздолбили этот лед, у нас вот эти баклажки, и еще у нас была, мы где-то нашли пластиковая бочка. Вот мы туда натолкали. У него семья, у меня семья, натолкали туда, значит, этого льда. И вот, как сейчас помню, идем довольные, смеемся, что вот у других воды нету, а у нас вот сейчас мы лед, натолкали и так далее. Остановились передохнуть на перекрестке. Так Гипромесс, Горсовет, сюда дальше драмтеатр. Все уже, троллеи висят, все уже, половина домов уже горит, полыхает, что-то уже сгорело. Вот, мы остановились передохнуть, и он сказал, он на одном из заводов работал электриком. Он остановился и говорит, слушай, Николаевич, так, ну мы с ним плотно прознакомились вот уже во время войны. Так, ну здрасте, здрасте, потому что это квартира моей жены, я там не жил. Вот, поэтому, вот. Он говорит, я хотел у тебя спросить, ты же вот режиссером театрально работаешь. Я говорю, ну да. Он говорит, хотел спросить у тебя, что такое театр абсурда. Я говорю, слушай, ты кем работаешь? Он говорит, я электрик пятого разряда. Я говорю, ну я по-вашему режиссер первого разряда, по выслуге лет и так далее. Вот смотри, висят троллеи, солнце, стоит электрик пятого разряда, режиссер первого разряда, и довольные от того, что у них есть бочка со льдом. Вот тебе театр абсурда. Скажите, пожалуйста, вы же продолжали жить просто в своей квартире, или вы спускались, жили в каком-то подвале, в укрытии, вот в этот момент, когда там обстрелы вокруг, да, вот сюда прилетают? Да, ну, во-первых, две вещи. Первое, то, что я уже сказал, аутиста, у них есть график прогулок и так далее, и так далее. Сбить невозможно. Ну, до таких кошмаров, это называется ритуалы в этом расстройстве, что вот эту остановку надо обходить справа. Если справа будет яма, он остановится и будет кричать. Путь закрыт, слева он не обойдет. Поэтому, чтобы его спустить туда, ты его потом из этого подвала не вытащишь. Вообще, возможно. У аутистов очень сложно с питанием. Он у нас, мы боялись, что он умрет, потому что, когда перестало быть его питание, он отказался от всего. Вот. Это отдельная тема, это страшно. Как он выл, как волк, я уже не знал, за кого хвататься. Тут стреляют, тут окна перекошенные, бабушка сидит, молится, и жена на меня смотрит. А он выл, он выл несколько дней, а потом охрип, потому что просто лежал на крыше с одеялом. Я не мог бросить сына и тещу, вот, а самому прятаться. Поэтому мы женой сказали, ну, так, 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 как будет. Хотя, да, я же говорю, вот, драмтеатр направо, а засталь вот передо мной. И все это мы наблюдали все эти три месяца. А в 16-го числа, это был последний день, когда я сказал жене, ну, возьми, потому что у ребенка начались пролежни, мы его накрывали тремя одеялами. Я говорю, смотри, немножко потеплело, идите, сходите погуляйте. Она, конечно, сказала, ты с ума сошел. Я говорю, смотри, ну, вот, сегодня вроде не стреляют. Пойдите вот так вот, хотя бы вот полквартала обойдите. Я услышал этот бум, а она пришла и сказала, потому что они шли в городской сад, они проходили через площадь театральную и обратно. Говорит, мы туда шли, все, ну, как бы он стоял уже, стреляли по нему до этого уже, он был хорошо побитый, но, в смысле, все было на месте, а обратно мы шли и увидели, что крыша лежит рядом с театром. Говорит, я слышал только бум, а она, говорит, я слышала и видела этот самолет, вот, который заходил, ну, саму бомбу она не видела, ну, то есть, вот, буквально там в 20 минут они были, ну, городской сад, это где-то два квартала, вот, драмтеатр, говорит, ну, слышу, это тяжелое землетрясение и так далее. Поскольку я там работал, когда на водоканале уже воды периодически не вставало, то я знал, что рядом с драмтеатром, как с любым гуманитарным большим объектом, вкопанный пожарный водоем, вот, и там вода хоть техническая, но все-таки, когда никакой нету, вот, и я стал ходить туда. У меня такая чучка была, значит, 20 литровая вот эта кулерная емкость, ну, естественно, поскольку я там работал, я заглянул в помещение, спросить, а кто тут из знакомых есть, чего-то, как-то, как бы там ни было. Ну, да, я видел, что в зале люди были, вот, но на тот момент, потом я уже это понял, ну, то есть люди сначала сбивались в кучу с левого берега, у кого дома разрушились и так далее. Почему? А драмтеатра слух такой ходил, что гуманитарные колонны, значит, зеленые коридоры. Насколько я понимаю, было их всего один или два, и не от драмтеатра официальные. Про них мало кто знал, так же, как в первые дни ушли с Мариуполя на Запорожье два поезда, практически пустые. Я вот уже здесь в Киеве встречался с одной журналисткой, она говорит, я там с радио такого-то, я это помню, Анатолий Николаевич, мы 8 раз, 20 раз в день объявляли, мариупольцы, там-то, там-то, я говорю, вы-то объявляли, а мы-то этого не слышали, потому что уже связи не было. И люди в драмтеатр собирались, что там якобы какие-то колонны. На самом деле, люди туда чисто технически сами собирались, и вот так вот, давай, у тебя машина легковая, давай, сбились в колонну, поехали. Потом, когда одну колонну обстреляли мощно, люди поняли, что это небезопасно, и лучше двигаться, ну, в одиночку, там, ну, один, два, три авто, или не больше. Вот, и поэтому это как бы было такое временное пристанище, а уже на момент 16 марта люди поняли, что уже не временное пристанище, а хоть пешком, и были такие у меня знакомые, которые пешком ушли в Запорожье. То есть, неделю, 10 дней и так далее. А вот ваш дом непосредственно рядом были прилеты? Да, дом напротив, он выходил на проспект Металлоруга, его нет. Это вот знаменитый снимок, где вы видите, что дом в первом этаже, и в цокольном там магазине и так далее, а в середине у него вот такая вот рама, от 9 до 1 этажа. Вот это дом напротив моего дома. И на этих фотографиях видно, что сзади стоит дом, и над ним торчит шпиль строящейся церкви. И вот этот дом, это мой дом. В этот дом прилетело одновременно практически с драмтеатром. Похоже, в этот же день, то есть еще какое-то здание было тоже в этот день. Но это жилой дом был. И в нашем районе, в Центральном, никаких военных украинсков не было. Вот просто за все это время, с конца февраля по там, ну уже по полную оккупацию, один раз прошел, мы увидели небольшой отряд с синими изолентами, вот, ну буквально там 7-8 человек. То есть где-то мы видели и слышали, что там где-то отстреливаются, где-то чего-то, автовокзал разносили и так далее. То есть в нашем районе нет, никого не было. Поэтому зачем это было сделано, это фантастика. В соседний дом попала мина, видимо, это очень часто, кстати, у них бывало, по крайней мере то, что я видел, у них очень плохое. Но вот в нашем дворе потом остановились ДНРовские танки. Ну я служил в советской армии, понимаете, это танки 70-х годов. Покоцанные страшно. Ну то есть вот списанная техника. Они сами говорили, у нас то снаряд не туда полетит, у нас две башни разорвало просто с этими самыми, с экипажем. В наш подъезд прилетело моего соседа, вот с которым мы за водой ходили, его ранило в бедро. Он до сих пор инвалид, потому что зацепило нервы и так далее. Он два года на всяких нехороших таблетах, потому что боли, он спать не может и так далее. Ну вот так стоянка буквально, вот мой подъезд, ну не знаю, 15-20 метров. И вдруг баба, осколки, все, на соседнем подъезде три или четыре трупа. Завтрак, люди готовили еду. Вот, моему соседу вот так прилетел, он передо мной стоит, я успел отскочить дверь. Он стоит, говорит, Оля. Я понял, что я вижу, что у него по бедру кровь течет. Напротив дом сгорел целиком. Это вот то, что вы спросили про пожарные и прочие службы. Нет, конечно, там ничего не было. И бензина у них не было, и звонить некуда было, да и они все разбежались. Вот, вот он был такой Г-образный дом, выходящий к знаменитой архитектора Нильсона водонапорная башня. Такой туристический магнит мариупольский. Вот он буквой Г выходил и к этому храму, который строился. Там прилетело, собственно, в один из этажей, второй или третий. То есть я выходил, видел, потому что мы услышали сотрясение, звон стекла, посыпался. Пошел за водой, жена говорит, посмотри, где это, чего. Я говорю, это вот через дом от нас. И, собственно, загорелась одна квартира. Но поскольку тушить некому, огонь перекидывается на следующий. И на следующий. Этот дом горел недели две и сгорел весь до конца. И вот я каждый раз шел за водой или куда-то и тогда проходил и видел людей. А там, значит, раз, два, три, четыре, пять подъезда. Вот люди из второго подъезда стоят и смотрят, как долго к ним будет огонь перебираться. Перебираться, выбираться. И вот я видел, как они вывозили вещи сначала одни и так далее. А полная беспомощность. А где ты возьмешь воды и так далее? Ни песка, ничего, нечем тушить. И вот так вот ветер затухал, огонь немножко уходил внутрь квартиры. Ветер сгорел, а он на углу. То есть вот там роза ветров такая. Все, и вот он выгорел весь. А много у вас погибло соседей и людей, которых вы знали? Да, ну, я тогда еще, ну, если так можно сказать, от нечего делать. Приблизительно, потому что люди говорили, а сколько вы погибло? Сейчас опять это муссируется тема. Ну, потому что официально никто этим не занимается. Ну, вот я примерно знал, у меня, поскольку я, как называют, активный член общественно-гражданского общества, у меня были документы, сколько многоквартирных домов в Мариуполе, сколько ОСМД и так далее, и так далее. То есть я примерно понимал количество. Ну, вот если у нас раз, вот этот, который дома уже нету, раз, два, три, четвертый угловой и пятиэтажка, вот, то есть у нас небольшой квартал был на самом деле, да, маленький. Вот я думаю, что по количеству могил, которых я видел, и количество, я знал, сколько вот на автостоянке, на братскую могилу вырыли, сделали, но где-то человек 40. Вот умножая примерно на количество и так далее, потом я увидел и узнал, потому что пару раз мы проехали через город уже в апреле-майе, когда на фильтрацию ездили, я увидел, что у нас-то практически, можно сказать, не считая этого дома, разрушений почти и не было. И этот сгоревший дом, откуда люди успели выбраться, это детский лепет. А что на левом берегу рядом со застали, а что в Приморском районе, а что на Черемушках, как так называют, там кошмар просто, там воронки вместо домов и так далее. Вот я тогда, да, умножил, я получил ту цифру, которую сейчас я вижу подтверждение, что, ну, около 100 тысяч, наверное, мирного населения погибло в Мариуполе. Вот так. В какое время вот в вашем районе пришли уже россияне, российские военные? Значит, в наш район центральный, как я потом понял, значит, вот с этого, с третьего массива, они вошли узким клином. Там перед центральным рынком большая часть вложбиней частного сектора. Вот. Вот как бы они таким броском прямо до центра города. И это уже было середина марта. То есть я точно могу сказать, что у меня просто есть там маркер, мой день рождения. Вот это уже у нас стояло танки на нашей стоянке, стояли ДНРовские танки. То есть где-то это, наверное, до 15-го, 16-го, вот так вот они уже у нас очутились. Потом мы пошли за водой, и я в спину услышал, мужчина, я повернулся, там, здание общежития, значит, выбитое стекло, три ствола торчат, мужчина, тряпочку белую отравите вон с окна, повяжите на локоть. Я говорю, зачем? Чтоб наши не стрельнули. Я говорю, я за водичкой иду. Хорошего вам пути. Вот так вот, да. Вот они зашли, да, потом танки. Эти танкисты очень не понимали, что происходит. Один там был человек, он говорит, я говорю, ты как здесь, ты кто вообще? Двух пальцев нету, я говорю, чего такое? Он говорит, тракторист, я говорю, двух пальцев под гусеницу попал. Он говорит, нет, 14-й год. И вот мы разговаривали, и вот он так вот поворачивает, смотрит, говорит, да. Я говорю, слушай, ну говорят же, что это нам за Донецк, а у вас Донецк так выглядит. Да ты что? Что с Донецкой? И когда потом один раз, ну, другой информации не было, вот они загрузятся снарядами и уезжают стрелять. Сначала рядом с нашим картолом, потом дальше, дальше, дальше. Потом он говорит, завтра мы уже у вас не остановимся, мы перемещаемся дальше. Я говорю, а где вы сейчас? Он говорит, я же города не знаю, но сегодня я видел море. Я понял, что они спустились в Приморский район. И вот последний разговор, да, он сказал, говорит, главное, чтобы вы себя сберегли. Я говорю, ну вы же нас освобождать пришли. Вот он вздохнул, посмотрел на меня и сказал, зачем ты так? Вот это я запомнил. Да, а дальше уже пошли патрули, ежедневно приход каких-то людей в камуфляже. А жили ли в вашем подъезде работники спецслужб, прокуратуры и так далее? Сначала мы смеялись, потом это стало не смешно, потому что, ну, один раз я сказал, на меня посмотрели из подобия. Я говорю, послушайте, ну, вот в соседнем подъезде гаишник жил. Где? Я говорю, слушайте, в Мариуполе, наверное, порядка 30 тысяч гаишников. Вы их всех будете искать? Ну, это патрульная полиция. Стали вот эти подъездные обходы делать, выяснять вот это. То, что именно конкретно по мне, я так понял, уже находясь в заключении, что, наверное, во-первых, постарались мои коллеги, в кавычках, с прежнего театра государственного, потому что я сказал, они практически 30 человек там работают. Ну, а как я это понял? Потому что потом я узнал, что некоторые из них выехали из Мариуполя и доехали до Европы, а потом развернулись и вернулись обратно туда. А эти штуки я знаю, для того, чтобы тебя там оставили, а ты работал в украинском театре и съездил еще в Европе, надо кого-то сдать, то есть доказать свою лояльность. В мае месяце мы решили, ну, потому что мы решили, потому что, во-первых, я смог найти машину. Я говорю, за сумасшедшие деньги они у меня, к счастью, были в наличке. Вот, человек согласился меня вывезти, мою семью, тогда еще можно было в Запорожье. Но чтобы выезжать тогда, надо было пройти их фильтрацию. Вот, и получается, на фильтрации они меня и вычислили, потому что, видимо, донос был ранее, но они не знали моего домашнего адреса. А я предъявил документы, а без документов нельзя. Вычислили что? Что они вам сказали, что вы помогали украинской армии, или вы член террабороны, или вы просто писали какие-то... Да, я являюсь националистом, я пропагандист украинской культуры и так далее, и так далее. И плюс к тому, что у меня на Фейсбуке три моих поста, они подходят по террористическому, экстремистскому и разжиганию национальной розни. Когда уже потом в Донецке, значит, мне предъявляли обвинение, вот, я такой сижу и думаю, елки-палки, а я же там и про Путина нехорошо писал, и еще чего-то, и в 18-м году, и в 20-м, и в 19-м, и у нас была акция там в Мариуполе, и еще чего-то, если они это найдут, мне вообще хана. И когда я спросил, она говорит, вот эти вот шесть постов с 24 февраля. Я говорю, а до 24 февраля мы посты не рассматриваем? Нет, это нас не интересует. Я логикой, правда, не понял. Вот они почему-то решили, что вот они начали спецоперацию, поэтому они имеют право наводить порядок с этими людьми. А до 24-го нет, это типа Украина была. А как вот вообще выглядела эта фильтрация? То есть вы выезжаете, и там стоит какой-то блокпост, и там вас проверяют, или вас куда-то пересылают. Ну, как вы это сделаете, это ваши проблемы. Суть в том, что без этой бумажки, на которой написано дактилоскопирован, то есть ты предъявляешь документы, ты расписываешься у них в анкетах, не был, не участвовал, это самое. Снимают с себя отпечатки, берут e-mail твоего телефона, ну, в общем, полный шмон, как положено. Дальше, ну, если ты хочешь сейчас ехать, выезжай дальше, с этой бумажкой тебя блокпосты русские будут пропускать. Вот. Мы, поскольку нам это было сложно, нам пришлось ребенка тащить, они не пощадили его. Я говорю, вы поймите, у меня ребенок такой, что он не разговаривает, не писать, не читать, ничего не умеет. Неважно, тащите. Единственное, что мы там сейчас нашли знакомого какого-то, который там, дворник нас за бабкой пропустил без очереди, потому что очереди, вот мы когда приехали, я был, мы с семьей были 6 тысяч какие-то в этот день. Вот можете себе представить. Вот. Мы получили эти бумажки и собираемся через 3 дня уехать. У меня было договоренность с машиной, с бензином, мы собирали вещи. А мы, к сожалению, нас русские избавили уже на этот момент. Теща умерла 2 апреля, ну, просто от истощения. Пожилой человек, она не выдержала отсутствие еды, там, кефира, бульона куриного и так далее. Вот. И вот мы уже были втроем. Вот. Добрые соседи нам помогли какие-то вещи, недостающие собрать, и так далее, и так далее. Вот. И мы должны были уезжать. Но через 2 дня за мной пришли. Сначала меня повезли в Мариуполь, там, на какую-то контору. Я не могу сказать, где это находилось, потому что мне наделали на голову пакет. Ну, вот. Они долго искали компьютерную технику. Они повезли меня в мой театр. Вот так я увидел последний раз, предпоследний раз, свой театр. Разбитый, разграбленный и так далее. Но я знал, что там ничего нету. Они поискали, ничего не нашли. Вот. Потом я сидел полдня, просто ждал тупо. Мне сказали, вас повезут в Донецк. Я сказал, почему в Донецк? А потому что здесь, на Мариуполе, у нас еще и ГБ нету. Это было 20 мая. Вот. И меня повезли в Донецк по дороге. Мы ехали очень долго, потому что, я так понимаю, что мосты были разбомблены и так далее. Какой-то русский явный офицер по гору меня пытался допрашивать. Очень смешно. Ну, теперь смешно. Тогда страшно было. Потому что он совершенной глупости говорил, что сейчас мы приедем, вам лучше сознаться, что вы сотрудничали, работали на СБУ. Я когда ее расспросил, скажите, пожалуйста, я украинский режиссер. СБУ – это спецслужба Украины. Я работал в украинском театре. Зачем мне с ними сотрудничать? Что я им мог сообщить? Какую информацию? Вот. Стучать на своих коллег. А я говорю, ну, у нас это не принято, у вас это принято. Вот. Привезли меня в Донецк уже под вечер. И там начался уже конкретный допрос, отпечатки пальцев, описывание всех документов, которые со мной, банковских карточек. Потому что они схватили сумку, а я собирался уезжать, и она прямо вот висела с документами, карточками, с телефоном. Этот допрос закончился в час ночи. И в час ночи 21-го меня привезли на так называемую изольду. Это следственный изолятор, изоляция на окраине Донецка, улица Светлого Пути, то ли 2, то ли 3. Это страшное место. В 2014 году там людей убивали. Это изоляция? Да, изоляция, изольда она называется, да. Я это понял, когда меня привели в камеру, раздели почти до гола, обыскивали, били. Но там искать нечего было, просто это вот методы унижения. Вот, чтобы ты испугался насмерть. И вот запихнули в камеру в пакете, пакет на голове, извините, в трусах. И я стою, и походу я же понимаю, что вот у меня в тюрьму. Но я же умный человек, я же читал книжки, как себя надо вести. И вот думаю, что говорит, добрый вечер в хату или что? Или как? Много же анекдотов на эту тему. В общем, стою и думаю. А думать уже не могу, потому что, ну, считайте, почти сутки на ногах, издевательств, допросов и так далее. Вот, и тишина такая, и голос говорит, мужик, пакет сними. Я снимаю, вижу 6 или 7 мужиков в трусах. Говорит, ложись на нижнюю нару, отдыхай, завтра мы тебе расскажем. Это были дончане, был один парень молодой из Луганской области, чего его сюда привели? Он просто сказал, я сливал в телеграм-канал украинский перемещение их машин, но я успел сбросить телефон до настроек. То есть, фиг они на меня чего накопают. Был один мужик из министерства ДНР, угольнич, что ли, промышленности и так далее. Он делал какие-то документы, а эти документы всплыли где-то в Украине. То есть, его по госизмене сидели, его пытали током. Там в изоляции мы слышали, его уводили, потом привели, у него все запястья белые были. И он кричал так, чтобы было слышно на всю эту изоляцию. Там был меський голова Мангуша, Хараберов, который встретил их с караваями и так далее. И думал, что останется работать. Он мне гордо рассказывал, да я маргуна вот так вот знаю. Ну, представляете, 20 лет во власти, вот в этой местной и так далее. То есть, он стал коллаборационистом? Да, они его тоже посадили. Ну, потому что место надо освобождать. Вот, и все. Он больной насмерть человек, не очень старый, под 60 лет. У него там полжелудка вырезан и так далее. В общем, он себя вел, конечно. Я ему говорю, ну как ты, держи себя в руках, ты же мужчина. Все, жизнь кончилась. Они меня убьют, мне без таблеток нельзя. Он симулировал припадки и так далее. А его потом выпустили, что с ним вы не знаете? Ну, насколько я знаю, попавший в большую тюрьму, мне сказали, этот, этот здесь сидит. И сидеть ему здесь конкретно. То есть, на его территории формировался Азов, было подразделение Азова. А он это гордо им огласил, что они за него голосовали и так далее. Ну, не очень умный человек, мягко говоря, был. Скажите, вот вы сидели там, просидели, получается, 10 месяцев, да? Да, почти. И вот что происходило в эти 10 месяцев? То есть, что от вас хотели? Они требовали, чтобы вы что-то еще подписали? Или зачем вы им были? Нет, сначала было несколько допросов в этой изоляции, потом пару допросов уже в большой тюрьме. А потом я тупо сидел. Меня никуда не возили. То есть, последний допрос у меня был где-то, наверное, в конце июля, начале августа. А потом до середины октября я сидел. Они навесили мне два... Первое дело, которое возбудили против меня в июне 22-го года, оно было по Уголовному кодексу, так называемой ДНР, называлась статья 3.2.8 «Рожигание национальной и прочей религиозной, и прочей розни». Так вот, это статья. А с 4 октября, по их логике, 22-го года, из-за этого фейкового референума, как бы территории части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, они стали как бы Россией. И поэтому там вступило в действие российское уголовное законодательство. А оно от ДНР отличается. Ну, хотя бы, слава богу, тем, что в ДНР есть смертная казнь, а в России на нее вроде как мораторий. Ну, так вот, первая вот эта статья 3.2.8, она в России на первый раз административная. То есть, они ее закрыли. Правда, закрывали они ее 9 месяцев. А вторые две статьи мне навесили терроризм и оправдание экстремизма. Это за мои публикации в Фейсбуке. Вот, если интересно, можно посмотреть. Да, там написано. Куханец и ДВТС в одном напрямку. И нарисован схематично горящий Московский Кремль. В экспертизе ДНР было сказано, что таким образом Левченко призывал украинцев к поджогу Московского Кремля. Ну, было бы смешно, когда бы не было так грустно. Вот, мне из-за этих постов навесили экстремизм и терроризм. С двумя статьями вышла проблема, потому что они их возбудили 14 октября. И получается, по ДНРовским законам. А получается, что уже с 4-го надо было по российским. И вот у них возникла такая юридическая коллизия. Они с ней возились аж с октября месяца, аж по март. Потом одно дело мне отменили. И отменили, поэтому подписку о невыезде. И разрешили мне убыть в Мариуполь, но не выезжать из Донецкой Народной Республики. А потом долгих 3 или 4 месяца я ездил на допросы в Донецк. И они пытались там переделывать, смягчить чего-то. Короче говоря, два дела они соединили в одно. И потом мне однажды сказали, что ну, теперь вы можете пока ехать. Когда я спросил, закрыто дело или нет, мне следователь сказала, уезжайте, пока можете. Что я и сделал. Я ехал через Ростовскую и Белгородскую область. Переход пограничный, Колотиловка на русской территории, Покровская на украинской территории. Там очень часто меняют наших пленных. Это пеший переход. Ну и вот так за двое суток мы выехали из Мариуполя, наняли перевозчика, изыскивали кошмарные деньги. Курс там не работает валютный. Все это очень ужасно. Но спасибо друзьям-волонтерам. За двое суток мы были в Сумах. Продолжение следует.